Я, так сказать, герой видео и статьи, которая выложена газету «Сутью». Начнем о конфликте. Дело в том, что человек встал на проезжую часть для проезда. Ну, он, естественно, загородил проезд на рабочее место. Ну, я остановился попросить его о том, чтобы он убрал автомобиль. Естественно, в адекватной, нормальной форме. После чего он просто посмотрел на меня и отвернулся, дальше начал снимать. После чего я опять его окрикнул, и он, и после этого началась запись, которая говорит, что тебе что, снять, выложить в интернет и так далее. А о том, что говорится, что я собирался у него выбить камеру, это неправда. Я просто подскользнулся, и я не вижу смысла в том, что он говорит о том, что я там нападал и так далее. Он меня начал провоцировать. Сами слышали, что давай, предлагал подраться и так далее. Но вышла из машины женщина, которая говорит, что он журналист и так далее. Я обратил внимание, естественно, на нее, с ней начал разговаривать. И увидел, что в машине сидит ребенок маленький. Я решил конфликт этот закончить, не доводить до точки кипения. Сел в машину и попробовал аккуратненько проехать. У нас там просто дело в том, что не убрато снег. И очень тяжко было проехать. Тем более машина бы ехала навстречу, и нам с ней было просто не разминуться. Хотелось бы сказать, что это обычный дорожный конфликт, который перерос в такую неприятную ситуацию. Вы, воспользуясь своим медиаположением, своей медиаплощадкой, для того, чтобы просто оклеветать меня. Тем более вы объявили меня в розыск. Вы же не правоохранительные органы. Так нельзя делать. И этот обычный дорожный конфликт, который просто послали друг друга и разошлись. Так это и было. Должно быть, я думаю, оба два здоровых мужика, которые просто на повышенных тонах поговорили. То есть это не повод раздувать и тем более оклеветать меня перед множеством людей. Это очень неприятно.